Люди, которым не хватало тепла в течение весны, наконец-то получили возможность погреться на солнышке. Это бесспорно приятно, однако нельзя забывать о правилах безопасности не только на воде, но и вблизи нее. Ведь солнечные тепловые удары могут подстерегать в летнюю жару где угодно, на берегу реки, в походе, на даче, на городской улице и даже в душном офисе. Солнечный удар можно получить в температуре, наверное, краще следы от 26 и более. Солнечный удар обусловлен перегреванием организма в окружающей среде, который возникает из-за воздействия, допустим, ультрафиолетового излучения Солнца. Также может возникнуть еще и тепловой удар. Тепловой удар возникает, когда тоже жарко на улице, когда тушно, обычно в помещениях, то есть он не зависит от прямого излучения ультрафиолетового. Рады солнечным теплым дням? Это прекрасно. Однако, как заметил в разговоре с нашей съемочной группой врач-вуездной бригады СМП Александр Нестюк, нужно быть на чеку. Несолнечные удары, не опасный для кожи ультрафиолет никто не отменял. Именно поэтому нужно соблюдать самые банальные, но при этом очень важные правила. Во-первых, легкая одежда, светлых тонов, головные уборы, панамки, кепки, солнцезащитные кремы. Пить жидкость, главное, что пить обычную минеральную воду, негазированную, двух до двух с половиной литров. Не пить алкоголь, не злоупотреблять кофе. Также рекомендуют пить слабо заваренный черный чай, зеленый с лимоном. Соблюдая все эти правила, можно обезопасить себя. Ведь тепловой удар – вещь не из приятных, он развивается стремительно. И чаще всего это происходит в жаркий летний день, после долгого пребывания на солнце. В основном это относится к тем людям, которые имеют огромное желание немного вздремнуть. Будь то в гамаке, на пляжном полотенце или на удобном шезлонге. Бесспорно, что под теплыми лучами вы мгновенно можете уснуть, но при этом даже не успеете попросить подать вам солнцезащитный крем, панамку или воду. Люди приходят, особенно первый раз, знаете, вот-вот загореть хотим очень сильно. Некоторые засыпают, некоторые засыпают, загорая. Таким образом получают загор. Некоторые просто не замечая, на солнце пересидят, перегреются, как говорится, и получают такой удар. Это часто бывает, когда вот в такую погоду, как сегодня, шарка. Нельзя полагаться на то, что вот сейчас можно забезрежать в воду, там окунуться и все пройдет. Нет, могут быть очень плачевные последствия. Излишнее нахождение на солнце небезопасно и может привести к резкому ухудшению здоровья, связанному с перегреванием организма. Не только у взрослых, страдающих болезнями системы кровообращения и нарушениями обмена веществ, но и у детей. Именно они в первую очередь находятся в группе риска. Обычно страдают детские, детские до года хуже переносят. Ну, все тоже из-за того, что организм, он еще не подрос, не окреп. Дети же у них реактивнее протекают и другие заболевания. Заботливые мамочки это очень хорошо понимают. Очень опасно, конечно. Можно в больницу попасть. Опасно. Поэтому надо пользоваться социозащитными средствами и вот накрывать, что есть. То есть нужно давать воду обязательно и приложить бокрое полотенце. Панамку обязательно надо, чтобы на голове. Голова была прикрыта. Ну и желательно, конечно, как детям, чтобы были в тенечке. Я думаю, что это не самое приятное, что может случиться с человеком летом. Поэтому люди защищают себя и, соответственно, не хотят, чтобы они себя плохо чувствовали. Я считаю, что моему ребенку год, и его нужно максимально защитить от вредных ультрафиолетовых лучей. Поэтому ему необходимо носить панамку. Чтобы ваш отдых был приятным и спокойным, нужно соблюдать все правила. А если все же солнечные лучи добрались до вас, и вы почувствовали недомогание и головокружение, то стоит обратиться к врачу.